Поэзию я любил всегда, что называется, с титешных лет. Поэзия для меня это вторая среда моего обитания. А когда появились поэты, которым стало тесно в плоскости бумажного листа, и они пошли в объем, в звук, для меня это сразу было как глоток свежего воздуха. Даже не потому, что поющая поэзия, ее называют еще авторской песней, бардовской песней, студенческой песней, хотя вообще это не песня даже вообще. Это поэзия, которая исполняется вслух, с музыкой, без музыки, но это поэзия прежде всего. Так вот, когда эта поэзия стала протестной, меня не протест привлекал в ней, а само ее существование. И, понимаешь, вот я... Бывает так, когда вдруг находишь подтверждение своим мыслям у кого-то из великих. Вот я так считал, 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 а потом вдруг прочел у лорки. Стихи, написанные на бумаге, еще не стихи. Они не одеты. Стихи должны быть одеты в звук. Это лорка. Вот. И начало моего увлечения этим жанром было положено в... Сейчас я скажу даже точно. Это был 54-й год. Я приехал в командировку в Москву, А мой приятель по Мурманску, мы там познакомились с нами, уехал раньше меня и уже работал на радио в литературной редакции на зарубежные страны. Ну мы с ним встретили, он говорит, приходи ко мне в роддом, радиодом на Пятницкой. Я тебе покажу такое, что ты никогда в жизни не видел, не слышал. Я пришел. И вот он на таких вот километровых бобинах показал мне первых вот бардов, тех, кто начинал. И вот я заболел этим делом. Во-первых, он мне переписал все. Я в Мурманск первый привез бардовскую поэзию. И вот так началось. И я до 71-го года работал на севере. И всякие бардовские мероприятия для меня существовали только в мои наезды, благо отпуска были большие. И летом, как правило. Первый по-настоящему слет под Москву я попал в 58-м году. Тогда уже были слеты. Они были маленькие. Они были на полянке. Там было 200 человек, 250 человек. Никаких средств усиления не было. Сидели у костра кружок, кружком кто-то пел, чтобы записать не с такой аппаратурой, как у тебя. А человек стоял с магнитнофончиком и суд на удочке протягивал микрофон. Это вообще... И вот сейчас вот эти рыбацкие записи все в российской фонотеке у князя Петра Андреевича Трубецкого. Он действительно прямой потом. Трубецкий очень интересный парень. Я приехал искать материалы для своей передачи, вот здесь. Позвонил, узнал телефон. Много-много лет не встречались, не видели друг друга. Я пришел в ЦАП, в Центр авторской песни. И у ребят спросил, я говорю, а вот тебе телефон. Я звоню ему, говорю, Петя, Петр Андреевич, князь, может быть, помнишь меня? Я мармер. Ну что, у меня все твои записи и все твои фотографии есть. Вот. И он мне прислал вот с Каримовым, когда Каримов приезжал, он мне с Каримовым прислал все, что у него было, оцифровал Солянова. Фреда, тоже трагическая фигура. Ну вот так началось. Так началось, и поскольку, фактически я был с самого начала, не благодаря каким-то моим там достоинствам, да, но практически все барды, все барды, они перебывали у меня дома. Тогда ведь как-то, либо в лесу, либо домашний концерт. Никаких залов никому не давали. Это была эпоха такая, когда этот жанр был хуже золушки. Его пытались подставить под контроль, сделать ручным, но он не давался, понимаешь, потому что люди почувствовали возможность самовыразиться неподбдительным оком партии и всяких прочих КГБшных организаций. И поэтому жанр не давался, хотя внедряли его. Ну что говорить? Я работал в научно-лицентральном институте. У нас институт достаточно серьезный. И у нас, мы во всех институтах был куратор от органов. Но обычно этот куратор был от районной организации. А у нас куратор был из Большого дома, из Лубянки. Вот один раз прекрасный вызывает меня. Захожу, садись, Михаилович, слушай. Я говорю, что звал? Я говорю, ты знаком с таким Турьянским? Я говорю, это мой близкий друг. Ну ты знаешь, что он близкий? Я говорю, наизусть могу почитать. Нет, читать не надо, я и сам знаю. Но это же антисоветчины. Я говорю, слушай, ты умный человек и не можешь отличить гражданскую позицию от антисоветчины? Я говорю, это человек, который всю жизнь работает на Россию. А то, что ему многое не нравится, так и тебе тоже многое не нравится. Ну ты понимаешь, ты ему скажи, чтобы он был поаккуратнее. Я говорю, скажу. Нет, лучше ничего ему не говори. Я говорю, все равно я ему скажу об этом разговоре. Понимаешь, даже за знакомство с Турьянским тягали к этим злобам. И ни одного меня. То есть попытки придавить жанр всегда на протяжении всего времени они были. Потому что Софья Власьевна, советская власть, она не могла позволить того, чтобы кто-то от нее был свободен. Ты посмотри, вот у Акуджавы. У него же нет совершенно политических вещей. Но у него нет и советской власти в поэзии. А этого она потерпеть не могла. Вот. Ну вот. Ну и вот так получилось, что Ну все ребята Ну что перечислять их всех, ну все Я скажу, кто у меня не был. У меня не было Акуджавов в доме. У меня не был Высоцкий в доме. Остальные были все. И не по одному разу. И близкие отношения сохранились до сих пор. Потому что Много было говорено по ночам, понимаешь, О жанре и О том, каков, Каким ему следует быть. Да, были споры. У меня всегда был Взгляд на жанр, как на поющую поэзию. Многие мои друзья Называли, продолжают называть Этот жанр песней. Хотя это никакая не песня. В одном единственном стихотворении, Посвященном Аде Якушевой Нам поставят всем вину, Что мы тогда ходили в школу И не успели на войну. Выходит так, что не успели. Остались где-то в стороне Войны свинцовые, метели и лагеря на Колыбе. Одно единственное стихотворение. Ну, почему же? Ну, вот, давай возьмем Александра Рахаевича Галича. Он уж никак в категорию детей не подходит. Александр Рахаевич был Младшим приятелем моих родителей. Он моложе их. А потом стал старшим моим знакомым. Более того, ведь он был, Как он сам говорил, Преуспевающий киношник. Он писал сценарий. И вдруг, вот, в человеке Произошло переключение. Я не решался его спросить, Как это произошло. Но это явно был Ну, какой-то шоковый эффект. И он стал писать эти песни. Песни, которые Останутся, что бы там ни говорили. На мой взгляд, единственный человек, Который Публицистическую поэзию Сделал поэзией. Ну, Галич я могу цитировать Страницами. Ну, вот Галич Никак не подходит под это определение Не попавших на войну мальчиков. Он в войну работал В этих самых Выездных бригадах. Да разве только он один. Ага, Анчаров. Ну, легнули, давили. И вдруг появилась От души Возможность Быть самим собой. Ну, человек так устроен. Что если есть хоть где-то Дырочка Он вот Выпрямится. Вот нашлась дырочка В кухне, в лесу. И уже перестали бояться Стукачей. Понимаешь Дело шло к тому Ведь Даже Еще при жизни Великого Джо Вот этот молодой нахал Сумел на комсомольском собрании Встать и сказать Что вообще Это Как раз был разгар Борьбы с космополитизмом Что вся эта борьба с космополитизмом На мой взгляд Очередной антисемитский шабаш Когда вместо жид пархат И говорят Антисемит безродный Правда На том же собрании Меня исключили из комсовола А через пару месяцев Вынули из института Ну, сказать-то я сказал Кому-то в уши запало Уехал я на север Иначе послали на восток Ну Я был не один Понимаешь Были еще Ну Ну нету нового Акуджавы Ну нету Но Акуджавы и рождаются раз в столетие Ну Нателла Балтянская была Она у нас на слете Читала Свои стихи пела Свои песни Она талантливый человек И может быть И может быть Может быть Одна из Пусть В России сейчас для такого Мощного протеста Нет лица Но вот есть шаоф Достаточно социализированный Поэт Острый достаточно Пишет Турьянский Продолжает Лорес пишет Какие вещи Что надо замечать А Лорес гениальный совершенно поэт То есть есть Та интеллигенция Которая собиралась на кухне Это мои ровесники Или чуть помоложе Кто-то помер Кто-то уехал Молодых Другие заботы Но самые Самые молодые Самые молодые По-моему Начинают собираться Право быть человеком Недоступно Однако Ни хохлам Ни чучмекам Ни жидам Ни кацапам Не пора ли Расстаться С окаянной Привычкой До седин Откликаться На собачьей Привычкой Я из Риги Лежанин А в Риге Организовался Клуб саксофон Клуб аппаратской песни И мой хороший друг У которого Кстати Еще мы Старые-старые песенки Сохранили В записи Он предложил Поучаствовать Я говорю Что я по сути Рестованный музыкант Я никогда Бардерской песней Не занимался Ну приди Попробуй Попой Я пришел Один раз Второй раз Спел Потом Думаю Что-то не хватает Старой песни Все-таки Не хочется Уже петь Он говорит Напиши Новое что-нибудь Я пришел Домой И написал Вот эту песню Там за поворотом Так что Вот С этого Все и началось И уже Приехав сюда В 2001 году Я уже Начал До этого Два года Три года Даже Мы в Риге Занимались Сохрадской песней И уже приехав сюда У меня уже был Какой-то Запас Уже Песен готовых Я в Риге Уже записал Первый диск Свой И Вот Таким образом Попал сюда И начал участвовать В этом движении То, что пел Галич То, что пел Даже Высоцкий Протестные песни Это совершенно Разные вещи Сейчас Барды Поют совершенно Другие вещи Возьмите Митяева Того же У него больше Лирики И я В принципе Пошел Вот По этому пути Хотя Может парочку Песен Там у меня есть Протестного Поддержания Я люблю Военную Тематику И у меня Есть песни Там Про Афганскую Военную У меня Есть Казаческие Песни В таком Плане Или Казахские Как лучше Назвать Вот Таким Образом И появился Второй Диск Потом Уже Здесь Я написал Поэт Должен Быть Голодным Вот Голод По родине Он оставался И Наверное Вот это Меня И Заводило Будем так Говорить Таким Язаком А Вот По поводу Слетов Вы знаете Слеты Вот Здесь Которые Проходят Вот Уже Второй Раз Я здесь Это По-моему Лучшего Слета Я Не знаю Их Не было То есть У меня Было Желание Вот Не хочется Вообще Сюда Уезжать Настолько Хорошо Настолько Дружно И Люди Такие Добрые Активные Все Что Слов Нет Просто Могу Пожелать КСП Странникам Только Развиваться Вот То Что Происходит Здесь Это Просто Какое-то Чудо Местное Чудо Я бы Так Сказал Очень Здорово Все Великолепное Организация Слета Если вы Успели Заметить Отношения У людей Между собой Такие Приятные Такие Вот К любому Костру Можно подойти Тебя Напоить Накормить И Погладить По Голове Мы Очень Рады Что Мы Сюда Попали Потому Что Очень Теплая Атмосфера Народ Который Любит Друг Друг Друга И Слушать С Интересом Пытаются Увидеть Услышать Хорошая Непринужденная Хорошая Очень Организация Получилась Вот Все Очень Так Плотно И Мероприятия Одно за Другим Сменяющие Друг Друг Такие Насыщенные Вот Очень С удовольствием Принимали Участие Как здорово Что Все Мы Здесь Очень Хорошо Что Мы Есть Как бы Я думаю Что Никто Из присутствующих Не возражает И Очень Хоро Что Мы Будем Такая Атмосфера На самом деле Вот Если Каждый Вокруг Себя Выстраивает Эту Атмосферу То Удивительно Она Потом Каждый Друг С Другом Пересекается И Становится Всем Хорошо Наступает Всеобщее Счастье Вот И Все А Все Остальное Оно Оно Оставаться Там Где Достаточно Его В Повседневной Жизни Все Таки Наверное Банальные Слова Но Это Праздник Действительно Песня Когда Это Талантливо Когда Это Хорошо Когда Это От души Когда Это Не Связано Ни С Если Он Существует То На Этот Свет Притягиваются Такие Души Вот Для Меня Важно Не Съездить За Границу Я Первый Раз В Америке А Что Я Чувствовала Как Дома Поэтому Я Даже Сказала На Рада Что Я Не Почувствовала Этой Разницы Потому Что Может Было Было Трудно Полтора Месяца Жить В Чужой Стране А Так Мне Хорошо Я Человек Ощущений Вот Когда Ощущение Хорошее Теплое И Все И Не Надо Каждый Называть Как Хочет Дом Место Страна Объект Как Угодно Не Важно Чтобы Было Комфортно Такая Гармония Все Хорошо Рай На Земле Ребята Дорогие Мне Было Среди Вас Очень Хорошо Так Что Я Очень Частлив Что Попал Сюда И Даже Если Кто Надеется Что Это Движение Прекратится У Нас Для Них Плохие Новости Я Думаю Что Мы Смогли Дать Удовольствие Друг Другу Друзья Мои Состояние Счастья Для Русскоязычного Человека Приходит На таких Слетах Как Странника За Много Лет Проверено Начиная С Воликовских Слетов КСМС Говорю Совершенно Ответственно Приезжайте Всего Вам Доброго Нет Я Знаю Олега Шоулинга Он Пригрозит В 17 Веке Выполнит Угрозу В 22 Но Выполнит Обязательно Угрозу В В В Продолжение следует...